Из чего состоит и на что, собственно, влияет корпоративная культура. Вот про культуру мы сегодня с вами и поговорим максимально. Как это будет происходить и о чем будет идти речь, я буду рассказывать постепенно. Но для начала давайте чуть-чуть вводных вещей расскажу вам на старте. Зовут меня Денис, фамилия моя Козлов. Сегодня я выступаю в роли некого модератора, кто будет адресовать вопросы нашим спикерам, кто будет немножко направлять основной лейтмотив. Ну и, в общем, вот в этом будем сегодня вместе сосуществовать. Назовем это приблизительно таким образом. И в самом начале хотелось бы небольшой такой технический момент. Если вам в какой-то момент будет важно увидеть презентацию в чуть большем формате, может, она вам покажется мелковата в некоторых моментах, такое бывает иногда, просто дважды кликните по ней, если вы с какого-то устройства с тачсклином, либо просто нажмите на кнопочку с двумя квадратными скобками. В общем, в таком случае презентация развернется на весь экран. И вам будет видно абсолютно все максимально комфортно. Ну а сейчас, помимо того, что вы похвастались своими городами, за что большое спасибо, очень хотелось бы узнать, с каких компаний вы к нам сегодня сюда присоединились. Напишите, пожалуйста, из какой вы компании, какую должность там занимаете. И один короткий вопрос, на который вы просто отвечаете. Слышали что-то про отус? Или впервые слышите, что такое отус? Все. Это вот маленькая такая просто сверка. Понять, насколько знающая нас аудитория присутствует здесь. Я говорю о нас, а говорят лица отус. А про вас хотелось бы почитать, посмотреть, откуда вы, кто вы, чем занимаетесь. Соответственно, напишите название своей компании и кем вы там непосредственно трудитесь. С удовольствием все это почитаем в процессе уже непосредственно нашей такой дискуссии. Поэтому можете начинать уже прямо сейчас писать в чат. Даранее для тех, кто вдруг на вопрос, знаете ли вы об отус, ответил нет, я вкратце дам коротенький ликбез для того, чтобы вы тоже понимали, кому сегодня, как говорится, в гости пожаловали. Но в целом, я думаю, учитывая и специфику сегодняшнего, на сегодняшней дискуссии, да и в принципе, я думаю, что за последние года, сколько работает отус, многие наверняка уже хотя бы чуть-чуть дослышали, что все-таки в первую очередь мы специализируемся на обучении в IT, мы делаем программы для спецов с опытом, а также запускаем, делаем точнее быстрые запуски курсов по самым современным и набирающим популярность технологиям. Ну и, конечно, наши клиенты, это самые технологичные компании, и к нам обращаются с открытыми материалами, самые разные специалисты от джуниора до лида. Если коротко говорить по цифрам, то в данный момент уже более 130 курсов у нас открыто и работает для разных специалистов, на которых преподают более 600 преподавателей, которые не только умеют делать свое дело, но и обучить ему, что немаловажно. Более 17 тысяч учеников уже закончили или продолжают свое обучение в рамках ОТУС, ну и у нас есть несколько IT-сообществ, которые мы вас обязательно пригласим, потому что там уже даже не 300, даже, по-моему, почти полмиллиона человек в общей сумме состоит. Там можно не только делиться информацией, но эту информацию и спрашивать, запрашивать, или просто каким-то образом коммуницировать. То есть в любом случае всегда приятно оказаться в подобной сфере, с подобным обществом вокруг себя. Если вкратце рассказать про ОТУС в виде стека технологий, то на разработку и эксплуатации процентное соотношение видно происходит так, как мы сейчас прямо наблюдаем на экране. В плане разработки большая часть приходится на Python и Java, чуть меньше на Android, Spring и JavaScript, ну и самые маленькие процентные соотношения на PHP и C++. А в эксплуатации, конечно же, лидером остается и оставался всегда DevOps. По 20% в меньшем соотношении приходится на Linux и QA, и самый маленький процент в соотношении уходит на MS SQL, сутб и сетевого инженера. Наши основные пять преимуществ, прежде чем мы начнем, это обязательный вступительный тест, то есть нам не нужны новички без какого-либо достаточного уровня знаний. Сложная углубленная программа, с помощью которой мы мотивируем наших студентов развиваться и идти только наверх. Акцент на практику, то есть все работы, которые были сделаны в качестве домашки или вообще во время обучения, они остаются, и проекты работы кандидатов также, можно их все посмотреть и изучить. Формат, который подогнан под IT от RSL, имеется в виду формат резюме, это систематизированная информация о стеках, навыках и опыте кандидата. Ну и поиск пассивных кандидатов, то есть к нам идут в первую очередь не потому, что мы как-то завлекаем какими-то гарантиями трудоустройства, в первую очередь к нам идут крутые спецы, чьих резюме даже не найти на самых разных сайтах работ. В этом, наверное, и заключается одно из больших наших преимуществ. Сегодня с нами будет несколько спикеров, я сейчас попрошу их по очереди подключиться, поприветствовать, может быть, сделать какую-то небольшую вводную часть, по очереди будем с ними здороваться. Для начала я приглашаю к приветственному слову первого нашего спикера дискуссии, Полина Русакова, которая сегодня будет рассказывать о том, как развивать корпоративную культуру, в том числе. Полина, привет. Привет всем. Очень-очень приятно видеть, что у нас такая вовлеченная аудитория, и я пишу вам комментарии в чатик. Очень рада. Я надеюсь, что пройдет все супер бодро и весело. Меня зовут Полина Русакова. Я старший HR-мисс партнер в компании Redmond Robot. Достаточно давно уже работаю в IT, хотя когда-то думала, что буду юристом, и мне казалось, что это супер потрясающая профессия. Потом воле судьбы попала сначала в рекрутмент, а, собственно, сейчас уже очень много лет работаю в IT. И передаю слово, потому что после меня значительно большие профессионалы с корпоративной культурой связаны. Передаю слово. Спасибо большое. После такого представления сложно дальше у тебя перехватывать слово. Но давай попробую. Всем привет. Аня, ну надо, надо, да. Анна Любимова, Ань, прошу. Да, спасибо. Я присоединяюсь к радости, что очень вовлеченные ребята. Спасибо, что вы пишете в чат. Пожалуйста, продолжайте, потому что очень хочется, чтобы сегодня у нас был не монолог, хотя сложный монолог среди трех, да, и Дениса, но, тем не менее, диалог больше с вами, потому что максимально хочется дать пользу, и чтобы вы ушли с какими-то инсайтами, открытиями, чем-то новым и полезным, поэтому корректируйте, дополняйте, включайтесь в диалог, в целом, как вы сейчас и делаете. Поэтому спасибо. А, возможно, и вы ушли, на самом деле, с инсайтами, потому что мы видим, что вы все собрались из суперразных компаний, и, мне кажется, нам точно есть чем поделиться, и дискуссия не только среди нас, а еще и среди вас. Да, да. Давайте немножко представлюсь. Я тоже довольно давно занимаюсь HR-ом. В основном я занимаюсь корпоративной культурой и внутренними коммуникациями. За свое время успел поработать и с брендом работодателя, и поглубже в какие-то процессы погрузиться, немножко с HR-партнерством соприкоснуться. Но основной мой опыт был, это запуск стартапов, вернее, такое создание культуры, создание среды для того, чтобы ребят запустить, задравить, объединить между собой и создать ту культуру, которая будет действительно помогать двигаться и к успеху, а не мешать. Поэтому, собственно говоря, я тут безумно люблю заниматься своим делом. Я считаю, что в корпоративной культуре кроются все ключики к успеху, если честно. Классно, крутое представление. Спасибо большое. Так, ну и да, у нас есть еще третий сегодняшний спикер. Я пока буду фоновым голосом. Нас сегодня так много в нашей дискуссии, что даже не все влезают в качестве спикеров в экранное пространство, поэтому я передаю слово Софии. София, привет тебе. Да, спасибо большое. Всем привет. Меня зовут София. Я тоже обожаю корпоративную культуру и тоже, как Аня, считаю, что все ключи именно там. Вот я работаю уже больше шести лет в компании Крок, где начинала от стажера, сейчас уже работаю руководителем корпоративной культуры. И мне кажется, с каждым годом получается узнавать вообще про эту сферу все больше и больше. То есть есть такие какие-то прикладные, например, науки, как там математика и так далее, где есть там правильный-неправильный ответ. Все-таки корпоративная культура, мне кажется, такой очень сложный механизм в том плане, что здесь нету прям идеально правильных ответов, и там каждой задачей можно подходить по-разному, поэтому мне кажется, именно интересно сегодня это именно в формате дискуссии пообсуждать, потому что мы даже когда там с девчонками созванивались, уже понимали, что у нас где-то есть разные мнения, еще вот так, можно еще вот так, и нам показалось, что это действительно очень интересно пообсуждать вместе с вами. Надеемся, что будет очень полезно. Всем хорошего вечера и провести сегодняшний вечер с нами. Спасибо, София, спасибо большое. Я смотрю девушки на вас, красивых, потрясающих, и я про себя назвал сегодняшнюю нашу уже беседу «Океаны три реки». Вот примерно в таком кругу мы сегодня и будем с вами продолжать. Я хочу попросить, если ей не сложно, подключиться Полину и вместе со мной в двух словах рассказать про то, какие основные правила вебинара у нас сегодня будут и про весь путь. Ну, наверное, про правила проще всего будет рассказать мне, потому что понятно, что мы максимально сегодня активно участвуем, не забываем задавать вопросы в чат, но к чату у меня сегодня вообще ноль претензий, потому что чат у нас сегодня активный, мощный, позитивный, все, как можно не радоваться такому потрясающему чату. Наверное, я вот так вот включу, чтобы у меня было тоже видно в моменты того, как я что-то рассказываю. А вот я должен появиться. И, конечно, если вдруг какой-то ваш вопрос остался без ответа, нас сегодня, видите, очень много, уже больше ста человек, кто-то еще подключится в процессе. Если вдруг ваш вопрос остался без ответов, мы мониторим вопросы в чате, но если так случилось, что мы проглядели ваш вопрос, пожалуйста, не обижайтесь на нас, просто продублируйте в тот момент, когда мы отвечаем на вопрос, а ваш вроде бы пропустили. Поэтому не переживайте, многие спрашивают про запись, запись уже ведется, запись будет, она будет разослана вам на почту, если что, точно не потеряйте сегодняшнюю информацию. В остальном, наверное, прежде чем еще по правилам пройдусь, скажу, что если вдруг у вас пропал звук, пропала картинка, или что-то начало тормозить, все решается с перезагрузкой окошка в вашем браузере, ну или в крайнем случае смены браузера, иногда бывает и такое, очень редко, но на всякий случай расскажу все способы, как можно выйти из тех или иных технических ситуаций. Полин, если ты не против, подключись к нам и давай расскажем вкратце про маршрут вебинара, как мы сегодня его видим. Маршрут вебинара очень простой. Мы подготовили совсем чуть-чуть теории для того, чтобы все-таки, собственно, что мы заявляли, что это будет дискуссия, так оно и было. Мы расскажем, что такое корпоративная культура, и я вижу, что у Евгения уже есть мнение на этот счет. Интересно, что действительно, как сказала Соня, даже в момент, когда мы обсуждали, у нас тоже есть разное мнение. И круто, если вы сейчас будете этим делиться. Мы поговорим об элементах корпоративной культуры, и, собственно, перейдем к дискуссии, где у нас будут такие три основных блока, где и будем обсуждать какие-то насущные вопросы. Наверное, можно на следующий слайд перейти. Там больше про цели, зачем нам это всем нужно. Кажется, что, так как, когда мы готовились, мы в целом не очень понимали, да, кто будет присутствовать на вебинаре. Сейчас мы видим, что очень многие люди занимаются внутренними коммуникациями, чары, занимаются культурой, и это очень классно. Вот, попробуем сегодня вместе более глубоко, наверное, разобраться, да, а для чего нужна вообще корпоративная культура, кто ее строит, и так далее, и так далее. Очень хочется поговорить, а кто же главные двигатели, да, корпоративной культуры, и на что нужно обратить внимание при различных стадиях развития бизнеса. Ну, и где-то между делом будем с вами вспоминать кейсы, делиться, поэтому мы очень сильно просим вас действительно быть активными, потому что вовлекаться очень жалко, нельзя включить камеру, да, и вместе с нами обсудить, вот, поэтому будем смотреть в чатик и следить за вашими вопросами и какими-то кейсами. Спасибо большое. А вот про смыслы? А может быть, Аня хочет рассказать про смыслы. А с удовольствием, Аня. Аня очень любит просто про смысл рассказывать, Аня, это один сплошной смысл, любимый мой. Вот это подстава, вот это неожиданно. Ну, давайте, я подхочу. На самом деле, почему, вообще, зачем это нужно уметь? Потому что основное, что мы стремимся, и вообще, откуда у нас родилась идея провести такую дискуссию, это мысль, которую мы в последнее время часто обсуждаем между собой, что если не заниматься культурой, то культура будет заниматься вами. И клево, что мы сегодня с вами посвятим вот этом час-полтора обсуждению о том, а что вообще значит заниматься культурой, для того, чтобы не попасть в ловушку, когда она действительно мешает, а не помогает. Потому что культура есть всегда. Хотите вы этого, не хотите, занимайтесь вы или не занимайтесь. Она всегда есть в компании, так или иначе. Ну, второй смысл, почему вообще стоит быть сегодняшней, на сегодняшней встрече, это научиться, мы постарались вспоминать разные кейсы, из которых можно вытащить какой-то инструментарий, из которых можно вытащить какой-то, не знаю, подход, пример, интересную идею, то есть взять какие-то мысли себе на заметку, в первую очередь, для того, чтобы привлекать и удержать лучших, потому что мы все, конечно, стремимся лучше в контексте того, кого вы считаете лучшими. Ну и последнее, это неизбежно сэкономить время и деньги, потому что учеба, идеологии, копания, уделять время культуре, это всегда, или любому другому вопросу, это всегда про некий как бы буст в решении этого вопроса, вы сэкономите как минимум свое время на то, чтобы не ошибаться, потому что мы в кейсах подсобирали еще какие-то наши ошибки, наши косяки, и, возможно, в ходе дискуссий, в ходе ответа на вопросы, мы тоже про них побольше расскажем, какие-то тоже вместе с вами вспомним, и я считаю, что важнее делиться не только успешным успехом, но и нашими факапами, потому что лучше учиться на ошибках чужих. Спасибо большое. Ну что, вот в целом мы уже построили сегодняшний маршрут, мы уже понимаем, как мы по нему будем двигаться, и в самом начале нас порядка 15-20 плюс-минус минут ждет больше такая теория, прежде чем погрузиться непосредственно в дискуссию, и, конечно же, будем разговаривать о том, что такое корпоративная культура. Очаровательные, богинеподобные, кто начинает? Давайте начну я. Да, первый вопрос. Начнем просто с самого простого, чтобы просто всем угрузиться по смыслам. То есть первый вопрос, да, что такое корпоративная культура? Мне очень, на самом деле, понравилась формулировка Жени, и в целом, когда я тоже искала все-таки, как коротко это назвать, мне настолько понравилось много версий, что я как раз хотела начать с такого интерактива и предложить каждому поделиться, как он воспринимает, что такое корпоративная культура. Вот, здесь есть, конечно, подсказка из Википедии, но звучит это очень скучно и нудно. Вот, как бы вы все-таки своими словами коротко сформулировали, что такое корпоративная культура. Пока была формулировка от Жени, мне она очень понравилась. У кого еще есть какие-то мысли, пишите в чат. Я пока расскажу своими словами, как я понимаю. Мне кажется, что такой самый верный вопрос, чтобы разобраться, какая корпоративная культура это у вашей компании, это ответ, а как у вас принято. Вот, когда даже в какое-то неформальное общение, ну, у нас так не принято или у нас так принято, это уже как раз и есть самые элементы корпоративной культуры и та внешняя сторона, которая показывает, как все-таки на самом деле сотрудники действуют в компании. Вот, еще была формулировка про то, что это качество компании в том плане, вот ее характеристика. Ну, и, конечно, формулировка, что именно когда на сотрудников не смотрят, то как они действуют, как они думают, из чего они принимают решения. То есть там много в основе, конечно же, играют ценности и то, как принято взаимодействие друг с другом, как принято выполнять работу, как принято взаимодействие с клиентами, с подрядчиками и так далее, как раз это и есть та корпоративная культура, которая зарождается при компании, когда становится уже, не знаю, больше двух людей, уже написанным или написанным образом формулируются те или иные правила, как мы взаимодействуем и что мы вообще вместе делаем. Вот. Это вот если начало, дальше про элементы корпоративной культуры и ее составляющие. Тут передаю слово Ане. Мне кажется, можно, вот Евгений написал, что корпоративная культура это то, о чем ваши сотрудники говорят, когда их не слышит их руководитель. И если у спикера есть другое мнение на этот счет, прошу озвучить. У меня немножко другое мнение на этот счет. Просто хочется сразу же, раз мы поступают какие-то вопросы, давайте обсуждать сразу. Я, вот это, мне кажется, как раз в том числе элемент различных корпоративных культур, потому что, например, в нашей компании принято быть открытыми и говорить то, что думают. А где-то в каких-то компаниях, да, ты говоришь за спиной условно руководителя то, что ты думаешь в реальности. И вот это очень классная разница, мне кажется, в том числе. Мы по-разному работали в разных, скорее всего, компаниях с разными руководителями в различных структурах. Но я согласна про все, что то, что они думают, то они и делают. Но не за спиной у руководителя. Вот я, благо, никогда в компаниях, на самом деле, где что-то за спиной только, а по-другому. Я не работала. Мне кажется, я в этом плане очень счастливый человек, если честно. А я дополню тебя. Мне очень понравилась на самом деле реакция. Ребята, здесь очень разные определения. Это показывает на самом деле, что это вопрос точно неоднозначный и непростой. И меня очень впечатлило определение Александра про то, что это свод правил и норм, которые оказывают давление на сотрудников, формируя их поведение. При этом давление это не обязательно что-то плохое. Скажу, Александр, честно, фантастически круто описано, потому что действительно давление, возможно, это имеется в виду как некая характеристика. То есть и так или иначе так вот принято как раз, как и говорит Соня. И мне понравилось определение Юлии. Коперативная культура это лицо компании. Это круто описано. Это про то, что когда мы транслируем что-то вовне, работаем с брендом работодателя, очень важно учитывать о том, что внутри, потому что действительно неизбежно работать с брендом работодателя, пока мы не разобрались о том, какие мы на самом деле и что у нас внутри происходит. При этом я добавлю о том, что все ваши ответы, хоть я и выделила два, это на самом деле правда и правильно, и мне нравится определение, что корпоративная культура это набор. Это набор убеждений, принципов, каких-то механизмов. Кто-то тут писал про механизмы поощрения, про процессы, про язык. Это набор вот этих всех элементов, характерные так или иначе группе компаний, группе людей. И оно классно описывает, что действительно культура корпоративно состоит из разных-разных элементов и все определения правильные, просто возможно чуть-чуть какие-то можно расширить. Денис, если можно, я тебе попрошу листнуть дальше слайдика, возможно, два, потому что там дальше был заголовок. И вот, супер. Я подготовила три фреймворка, которые классно, на мой взгляд, отражают, какие существуют элементы в корпоративной культуре. То есть, если мы отвечаем себе на вопрос, как развивать культуру, надо сначала ответить на вопрос, а с чего она состоит, что значит вообще развивать, разобрать на какие-то элементы. Это суперизвестно, я уверена, что большинство из вас слышали и видели стопудово такую модель про айсберга. Она довольно популярная, она существует вообще там с 1980-х годов исторически и была создана для того, чтобы показать, что культура как раз это не только проявные признаки. Например, язык, это так или иначе тоже какой-то такой явный, понятный призрак. Или как мы одеваемся, как выглядит наш офис. Даже описанная миссия и видение это тоже явный признак, который говорит о том, какая у нас культура. Она написана, не знаю, про то, что мы стремимся менять мир или наша там миссия написана про то, что мы стремимся помогать, я все, только у меня положительные приходят в голову, помогать животным. Это тоже прекрасно, но при этом это уже разные оттенки. Но, когда мы работаем с культурой, недостаточно просто посмотреть на те артефакты, которые уже описаны, или на там, как мы одеваемся, как мы выглядим. Действительно, тут никто-то недавно в переписке упоминал традиции. И традиции очень сильно отражают нашу культуру. Бывают компании, в которых традиция это петь караоке по вечерам. У нас в компании с Полей в Роботах мы любим реально петь караоке по вечерам. И это отражает нашу культуру. Или звонить в Гонг, когда ты привел нового клиента. Да, очень часто. Когда у тебя каждый просто... Да. У кого-то традиция обсуждать развивающую литературу, встречаться каждый месяц и обсуждать развивающую литературу. Это действительно отражает сразу разные характерные свойства той или иной команде. При этом культура, это там традиция, тоже самое понятное. Это в том числе про отношения. У вас общаются токсично или общаются авторитарно или относятся к сотрудникам, или стараются и стремятся услышать мнение каждого. А учитывают этого мнения или не учитывают это мнение, это все тоже отражает вашу культуру. Ваша культура отражает, как вы принимаете решения, какая у вас система развития, какая у вас система целеполагания. Почему? Есть тоже известное мнение, что если хотите узнать, какая у вас культура, посмотрите, кого вы увольняете и за что вы увольняете этих людей. И это тоже классный ответ, потому что действительно это показывает неочевидные элементы, на которые стоит обратить внимание. Как этот полезен, чем можно, как можно использовать этот фреймворк? Если вы задались вопросом о том, как изучить вашу культуру, какая у вас культура, посмотрите на все эти элементы. Можете начать за ними наблюдать, замечать, как вы проводите встречи, замечать, что там народ говорит, когда действительно на кухне встречается, какие есть возможности, как вы развиваете людей. Например, у нас в роботах очень мало курсов на самом деле, но при этом, когда мы проводим ежегодный опрос в увлеченную в стилю любопытаренности, ответ, что у нас сильный фокус на развитии, это топ-1, среди, это второй ответ по популярности в наших преимуществах, потому что мы все время стремимся развивать на основе проектов и задач. Мы действительно на этом постоянно фокусируемся, и это наша особенность, наша культура. Это не только про корпоративы, праздники, не знаю, про дружный коллектив, улыбку, атмосферу. Я думаю, это в целом мы с вами разобрали. Давай, Денис, к следующему слайду. Можно вопрос? Вот иногда, ну то есть, понятное дело, что очень часто говорят про ценности, да, а ценности, они все-таки какие? Они рабочие, личные, вот этот элемент, он какой? Классный вопрос. Культура формируется от людей, и, соответственно, всегда важно, очень, очень важно мэчить ценности и цели человека с ценностями и целями компании. Без вот этого синхрона, особенно, когда вы работаете следами, особенно вы должны быть убеждены, что ваша команда управления, ваша топ-левел и минус один, минус два, C-левел синхронизированы по ценностям, которые вы хотите, чтобы у вас в команде было, или которые, потому что топы всегда формируют эту культуру, поэтому, отвечая на вопрос, какие ценности, это некий такой сборка, сборка ценностей, которые объединяют всех, объединяют, особенно объединяют руководители. Например, когда мы проводили, тоже я проводила аудит в одной компании, по ценам, по культуре, мы должны были ответить на вопрос о том, какие мы, какая у нас точка А, потому что мы хотели поменяться, надо было понять, от чего меняться. Мы первым делом пошли к руководителям и спрашивали, у меня прям в глубинных интервью был вопрос, какие у тебя личные ценности, на что ты опираешься, как ты принимаешь решения, потому что как раз и мы, а, это про что говорит, это про то, говорит о том, из чего у нас среплено, как выглядит наша команда управления, а B, это на самом деле клево показывает, есть ли разрывы между виженом фаундера и командой топ-левел в ценностях, которые транслируют. Ну, это я уже совсем углубляюсь в детали, могу долго про это говорить, давайте, не знаю, ответила, Полин, или... Ответила, ответила, но хочется еще во многих компаниях вообще очень часто, мне кажется, топ-менеджеры, большие руководители иногда говорят, ценности равно компетенции. Это так равно или не равно все-таки? Нет. Да, Соня, хочешь, можешь ты ответить на этот вопрос? Простите, можете повторить, было еще плохо слышно сейчас? Во многих компаниях, особенно таких крупных, да, ну, часто руководители говорят, ценности равно компетенции, профессиональной компетенции. Это равно или все-таки не равно? Нет, конечно же, мне кажется, что здесь большая ошибка, когда, например, мы начинаем искать людей, обращая внимание только на их компетенции, потому что компетенции показывают опыт и хардскиллы, и там, софтскиллы и так далее, но все-таки ценности это формат, а как ты принимаешь решения, как ты этим пользуешься, и это уже совсем другое. И здесь в рамках ценностей и вот такого общего, ну, то есть, например, даже у нас тоже есть понятие там кроковский человек или не кроковский. И это как раз не в рамках компетенции, а в рамках просто поведения, ценностей, как человек думает, как человек решает, как человек движется и так далее. Вот. У нас даже есть шутка, что когда в коридоре кто-то идет, и мы уже можно понять, это кроковский человек или нет, потому что, например, мы настроены на постоянное развитие мы делаем все быстро, мы постоянно движемся и так далее. И поэтому, когда сторонник идет по коридору, он чаще всего идет очень быстро. Если человек случайно оказавшись в офисе, он, скорее всего, у него скорость чуть-чуть медленнее. Это такая, это больше пример. Шутки, конечно, ценность это именно про то, как человек ориентируется при принятии решений. В основном это вот это. Я бы дополнила бы Соню, что если прям совсем коротко, то ценность это про то, они помогают нам в принятии решений, а компетенция помогает нам реализовывать эти решения. То есть компетенция – это то, что помогает нам действовать и достигать этих результатов. И они, как правило, оцениваются именно в перформансе, то есть в оценке о том, была выполнена задача, не была выполнена задача. И очень важно не путать эту разницу, очень важно не… Например, ориентация на результат. Вот, друзья, как вы думаете, ориентация на результат – это ценность или это компетенция? Напишите, пожалуйста, в чате. Раз уж мы остановились побольше на этом вопросе, очень интересно ваше мнение. У нас этот вопрос занял, ну, наверное, несколько часов обсуждения у нас в команде. Мне кажется, не несколько часов, если честно. Мне кажется, понадобилась целая дневная сессия еще до этого куча обсуждений, чтобы найти ответ на этот вопрос. Компетенции в основном считают. Я вам скажу, что в одной команде у меня это была как ценность, и мы это осознанно сформулировали как ценность. Ценная компетенция. Мне кажется, на компетенцию лучший ответ в данном вопросе. Юлия, очень здорово отмечено, что от ценностей формируются компетенции. Действительно, компетенции всегда базируются на ценностях. Мы столкнулись с тем, что мы тоже, опять раз уж про факапы, мы сначала сформировали компетенции, а потом мы вернулись к нашим ценностям. И мы нашли много, ну как бы немного, но некоторые несостыковки, и нам было немножко неловко. Вроде бы это ценность мы написали, мы в это верим, это про ценность, а не надо нам. Но компетенции уже вроде как не переделать, поэтому не делайте так. Сначала разберитесь о том, во что вы верите, где это ценность, а потом, какие вам нужны навыки для того, чтобы достигать того, во что вы верите. Вот это важный пункт. Да, многогранное понятие вообще у нас с вами сегодня. Многогранное. Давайте двинемся дальше. Хотя у нас с вами так классно сразу дискуссию перешло, но продолжим. Следующий фреймбок, который я подготовила, это The Culture Web. Чем мне нравится? Если Iceberg показывает глубину культуры, о том, что когда вы занимаетесь культурой, вам важно пронизывать всю глубину, смотреть, то Culture Web показывает ее широту. Вообще мне очень нравится аналогия, что капотина культуры и ценности – это как макаронины, как спагетти. Ты тянешь заодно, и все блюдо за собой тоже пронизывается и тянется. Очень странная аналогия, но прекрасная, на мой взгляд. Чем этот фреймбок классный? Он показывает о том, как культура пронизывает процессы, и он клево приземляет на реальность. Например, у нас в одной команде, в которой были созданы ценности, созданные ценности существовали около 10 лет, довольно давно. Но когда я туда пришла, и это был большой фокус, все очень вокруг этих ценностей объединялись, постоянно про них говорили, про культурный код. И когда я пришла, я начала спрашивать о том, а в чем это выражается, а расскажи поподробнее. Заметили, что все по-разному это считывают, по-разному это понимают, по-разному это видят. И это очень прикольный был тоже инсайт для нас. И мы, для того, чтобы провести аудит в этой компании ценностей, я взяла этот фреймбок для того, чтобы специально ребят погрузить в глубинках, узнать у них о том, а какие истории рассказывают, вот чтобы узнать у них действительно, в чем это проявляется. Евгений, раз уж мы зацепились за Евгения, предложение Евгения, что это про разговор, про язык, что обсуждают за спиной. Здесь тоже классный пример. Я слышала мнение, ну не слышала, очень с ним согласна, что считается, что стартап успешный в том случае, если сотрудники на кухне обсуждают инновационные идеи. Вот вчера вышла конференция OpenAI о том, какие фичи были в этой конференции, какие тенденции, как можно улучшить ваш продукт, ваш сервис и так далее. И только когда вы обсуждаете на кухне, что вы обсуждаете, это тоже показывает вашу среду, вашу культуру. А может вы токсичите и обсуждаете о том, что Нинка в платье в горошек пришла, или кроссворды решаете. Ну понятно, это другая культура. Ну про ритуралы традиции не буду останавливаться, но здесь еще интересно последнее несколько описаний, это про обструктуру. У вас в команде управления 10 человек или один принимает решение, это тоже отражает вашу культуру. У вас есть иерархия, вы можете переступить через, не знаю, вашего руководителя, чтобы какой-то вопрос обсудить или нет. А какая у вас система контроля, на что вы больше всего обращаете внимание, на чем вы концентрируетесь. И эти все вопросы отражают вашу культуру. У меня был про иерархию прикольный пример. Я пришла в компанию, буду сервис говорить, пришла в компанию, потому что все равно в компании, по-разному поскакала, и где-то я еще консультирую от культуры инноваций, от игры, и с этим я встречалась с кейсом. И была важная новость, которую мне, как внутриком, на мой взгляд, казалось, нужно, чтобы все протранслировало. И я пишу, привет, вот эта новость очень важная, вот мое предложение, чтобы от тебя его отправить, это письмо, этот пост, неважно. И мне через пару минут пишет фаундер, знаешь, а я тут подумал, мне кажется, что я не хочу это отправлять, мне кажется, что это неправильно, что если я отправлю, все побегут это делать, потому что мы здесь все наравне, наравне отправляй ты сама, пожалуйста, и это будет более правильно. И это классно отражает культуру, что здесь нет иерархии, мы все наравне, не побегут все там что-то слушать, обращать внимание, если напишет SEO или фаундер. Это тоже был пример нашей культуры. Так, у меня есть последний слайдик, я замолкаю, мы можем обратиться к дискуссии, он коротенький. Про McKinsey, вообще на самом деле этот фреймборк не про культуру, а этот фреймборк был создан для того, чтобы работать с аудитом организационной культуры и внедрять изменения, трансформацией занимается. Но почему я его добавила? Потому что здесь ценности показаны в самом середине, и это клево отражает взаимосвязи абсолютно всех элементов, опять же, та самая паста между друг другом, между друг другом. И когда вы работаете с культурой, как развивать культуру, вам очень важно бдить, смотреть на картинку комплексно, затрагивать абсолютно все процессы. И это абсолютно ок. Зайдите, посмотрите, как у вас выстроены целеполагания, какая у вас система мотивации, какие у вас инструменты. Недавно, на прошлой неделе, я нашла статью от компании 37 Signals. Это небольшой стартап, которые делают инструмент, что-то типа Trello, Asana для трекания задач. И у них был гайд по внутренним коммуникациям. И мне зацепило, что вот, казалось бы, здесь там Systems, это инструменты и процессы. Вот как пример, как инструменты и процессы отражают вашу культуру. Они во внутренних коммуникациях не используют почту, не используют никакие месседжеры, они используют только их инструмент. И у них есть в этом, для того, чтобы была максимальная прозрачность. И у них в этом инструменте есть автоматические вопросы. Каждую пятницу, в конце, ой, не пятницу, каждый день, в конце дня, они спрашивают, что ты сделал за этот день? Расскажи, поделись сегодняшними инсайтами, делами, примерами. И каждую неделю, в начале, они спрашивают, какие у тебя планы на неделю. И это такого своего рода, это не, то есть тут нету, как бы, они не ограничивают о том, как конкретно тебе это писать. Они только говорят, пиши в свободном формате. Все ответы появляются на их главном экране в этом инструменте. И это про максимальную прозрачность. Потому что, если ты, как, не знаю, увольняешь, сокращаешь сотрудников, но никому про это не рассказываешь, я, как и Чарни, никогда в жизни не смогу написать у себя, что я сделала за сегодняшний день, что я подготовила пять увольнений, которые никому про это рассказать не могу. А этот инструмент, казалось бы, очень клево показывает, меняет, трансформирует культуру и делает ее прозрачной и про доверие. Вот последний момент. Но это, мне кажется, не только про доверие, это еще, когда у тебя люди подтягиваются одним за другим. Потому что у меня, например, на одном месте работы во времена, когда начинался ковид, мы столкнулись с тем, как, я думаю, многие вообще, кто сейчас нас слушает, когда у нас какая-то часть людей, мы перестали понимать, а у нас люди работают или не работают. Потому что тогда удаленка, это была еще история в новинку. И мы действительно перешли на систему, когда мы писали каждый день, еженедельно, писали наши цели, наши задачи. По сути, ровно точно такая же система, но она была сделана, да, в том числе для того, чтобы действительно сохранять вот эту открытую культуру. И писал в том числе SEO. Это, кстати, хороший показатель, то, что SEO, операционный директор, весь топ-менеджмент писал их задачи, и любой сотрудник мог в Slack спросить, а что, как? Вот. И это очень классная на самом деле была история, но основная задача была действительно понять все-таки, а как мы двигаемся, потому что было тогда немножко непонятно, было страшно. Так, не хочется на моменте и слове страшно сказать двигаемся дальше. Но придется, но придется. Но мы двигаемся, хоть и без страха, но к нашей дискуссии. И сейчас, помимо того, что наши спикеры в том числе будут общаться между собой и, возможно, даже друг другу будут задавать всевозможные вопросы, я призываю наших зрителей задавать вопросы для наших спикеров на обсуждение, на рождение той самой дискуссии, а я задам тон, а потом мы его продолжим вопросами из чата. Простым вопросом просто давайте чего-нибудь базового. Например, кто просто влияет на культуру? Кто тот самый реагент, кто вызывает реакцию? Мне кажется, как раз в дополнение к твоему вопросу Евгений, не знаю, тот ли самый это один и тот же Евгений или нет, задал вопрос, не кажется ли вам, что так или иначе культура в компании это зеркало, в котором отражаются ценности и принципы главного лица организации, будь то SEO или founder-owner, в зависимости от того, кто определяет внутреннюю повестку организации. Я не очень поняла, если честно, вторую часть вопроса в зависимости от того, кто определяет внутреннюю повестку организации, но первую часть вопроса я поняла и я согласна с этой мыслью. Вот мой был поинт и ответ на твой вопрос, Денис, что культура всегда строится от founder, от SEO, всегда строится от главы, кто стоит выше, потому что он формирует как раз, как ты, Денис, тоже сказал, тон встречи, он формирует темп движения, он определяет и держит этот темп, он понимает, что ему важно, а что не важно. Но я здесь, конечно, могу привести пример и покап из моего кейса, но мне кажется, я так много говорю, поэтому я дам девчонки вам слово. Тут был еще один из вариантов комментариев, что определяет все-таки повестку и транслирует до корпоративной культуры пиар-служба, и, соответственно, значит, и пиар-служба определяет все-таки вектор повестки и так далее. Вот здесь, мне кажется, есть такое некоторое заблуждение, все-таки там в компаниях по-разному называется, но, грубо говоря, кто занимается отделом культуры и внутренней коммуникации, они здесь помогают команде топ-менеджеров, фаундеров и так далее дальше приземлить эту культуру на сотрудников, но они все-таки не являются ее формирователями, то есть они могут, они как методологи, вот мне нравится эта формулировка, вот, которые как раз помогают донести обратную связь сотрудников, это все соединить и поженить и так далее, вот, но при этом даже если, например, команда HR транслирует, что мы все про, не знаю, доброту, обратную связь и так далее, а там фаундер, команда топ-менеджеров вообще никогда не дают обратную связь ниже, но это точно не приживется, то есть ничего нельзя прям поднять вот так вот снизу, как бы чуть-чуть, может быть, заколохнется, но, конечно же, все-таки там ценности не в количестве там праздников, форматах, ну, а в том, как мы принимаем решения, те же ценности, а они не могут строиться без фаундера и без самых влиятельных людей в компании, так или иначе, вот, кажется, что все-таки таким образом. Спасибо, София. Полина, что-то хочешь добавить? Можно нам чуть-чуть подвинуть слайд, потому что как раз там это один из вопросов дискуссии, а кто же влияет на культуру? Мне, наверное, хочется добавить только то, что на культуру влияют не только яркие и ярко выраженные лидеры, а все-таки лидеры скрытые, то есть, когда мы приходим на кухню и видим рядом с кем-то из ребят, да, собирается толпа людей и слушают его и внемлят, это действительно скрытые лидеры, которые очень сильно пронизывают культуру, то есть, они создают такую ролевую модель и очень часто забывают, на самом деле, работать со скрытыми лидерами, хотя при внедрении каких-то изменений, при понимании, что нам нужно сейчас, не знаю, взбодрить, например, команду, да, двигаться вперед и так далее, именно они в кулуарах делают так, что команда к ним прислушивается. Хороший можно там кейс привести, когда, например, ну, не знаю, в последнее время, мне кажется, во многих компаниях были подобные ситуации, когда, не знаю, меняется инструмент работы, мы переезжаем с 1С, вернее, с АПа на 1С, команда говорит, нет, мы не хотим или, не знаю, меняют мессенджер какой-то, и у тебя есть скрытый лидер, который вроде бы на общих встречах говорит, да, классно, отличная идея, а потом с ребятами говорит и, по сути, на самом деле, собирает вокруг себя коалицию, и вот эти вот такие опасные моменты, с которыми нужно работать, то есть лидер должен быть в любом случае на вашем стране, он должен быть на стороне бизнеса и чтобы это была все-таки история про объединение. Я добавлю, Денис, пролисни просто вперед, не назад. Делаю. Следующий слайд. Класс. И, Поль, к тебе вопрос. Я возвращаюсь так к чату. Наталья спрашивает вопрос, как внедрять изменения в токсичную культуру, когда она уже все сформировалось, как есть, и люди предпочитают токсичность, и так это работает, как это менять? Радикально, только через людей, но так ведь тоже не хочется. Я к тому, что ты как раз говоришь про лидеров, и мне кажется, как раз, Наталья, мне кажется, ключ здесь, девчонки, поправьте меня, это как раз понять, откуда эта токсичность идет, она идет от каких людей, кто ее поддерживает, кто ее транслирует, кто это лидеры, лидеры мнений в командах ее транслирует, или это в том числе руководитель. И тут был вопрос о том, как донести ценность, как продать идею, ценность развития корпоративной культуры в компании, это опять же вопрос работы с лидом. Если руководитель готов меняться и что-то менять, то только тогда он будет готов с этим работать, а возможно, пока не готов, и пока он не готов никак не продать, разве что только слушать, что ему важно, что ему ценно. Вот, ну, девчонки, хотите ли здесь что-то добавить? Мне кажется, я бы здесь добавила, что все-таки я вижу возрастающую, наверное, какую-то токсичность, когда в компании происходят какие-то болезненные изменения, людям страшно, больно, еще что-то происходит. Я не знаю, стартап, например, начинает расти, становится более большой крупной компанией, в которой появляются какие-то правила, процессы, и люди становятся токсичными не потому, что они токсичные, а потому, что им просто страшно идти вперед и меняться, меняться, да, и меняться, подстраиваться под новые процессы. И здесь нужно еще, да, добавить, что вот эта токсичность, на самом деле, я могу честно сказать, что общаясь с разными людьми на рынке, я понимаю, что где-то токсичность это ок, вот здесь вот нужно понять грань этой токсичности, а что значит токсичность, которая уже точно вы не готовы, там, не знаю, люди ругаются матом, в одной компании это токсичность, в другой компании это норма, я не знаю, руководитель стучит, не дай бог, кулаком по столу, наверное, там, для кого-то опять же это будет норма, потому что он пришел из какой-то компании, где было, может быть, еще хуже. Я, понятное дело, сейчас говорю очень большими какими-то такими не очень классными примерами, но в целом, на самом деле, просто эта грань токсичности, она у всех очень разная, но если вы понимаете и ваши руководители понимают, что токсичность, ее сейчас слишком много, безусловно, нужно работать в первую очередь как раз вот с этими лидерами мнений, понять, а где она, собственно, живет, она из-за чего происходит. Да, у меня был такой же вопрос, что кто решил, что эту токсичность нужно изменить и что это плохо влияет на компанию. То есть если здесь идет запрос у как раз там команды топ-менеджеров, тогда здесь есть шанс с этим действительно побороться, если они готовы меняться, готовы над этим работать и так далее. То есть как уже проговорили выше, что они являются действительно зеркалом и невозможно построить другую культуру, не сосинхронизировавшись все-таки с владельцами компании и с ее управленцами главными. Вот, поэтому если они сами понимают, что да, эта история уже мешает идти бизнесу дальше и почему, тогда это действительно есть возможность попробовать это изменить. Здесь довольно много вопросов про то, как внедрять культуру. Я думаю, что мы к этим чуть позже с вами, вернее, у нас есть это в повестке сайта, мы перескочим, но здесь есть вопрос про внутриком. Как внутриком главным образом формирует культуру или поддерживает? И мне кажется, что нельзя верить, как что нельзя верить, как это странно сформулировала, в общем, неправильно думать, что внутриком формирует культуру. Опять же, возможно, мы опять же возвращаемся к мысли, что формируют культуру именно руководители, лидеры, формальные или неформальные. И внутриком, главная роль внутрикома это поддерживать, это помогать, быть партнером. И поэтому мой совет, рекомендации, что делаю я всегда, когда прихожу в компанию, мне нужно понять, какая культура, что нужно, что-то ее нужно поменять или еще что-то, это пойти следами, формальными или неформальными, поговорить, спросить, а как они видят, какая культура, что они считают под культурой, на что они опираются, как они принимают решения. Вот те фреймворки, которые я до этого рассказала, их можно использовать как фактуру для составления опросника, как для составления диалога. Просто берите и перефразируйте. Если там интересно, могу потом скинуть в письме вместе с записью ссылки на то, какие есть помогающие вопросы к этому глубинному интервью. И поэтому главное внутриком это услышать лидеров, понять о том, а какие они, и при этом очень много, очень хорошо разбираться в стратегии и в целях, куда вы стремитесь и сметчить видение вижен лидов, вижена продукта, куда он стремится, куда нам нужно дойти, зачем нам нужно дойти, почему нам нужно дойти. И очень плавно и нативно с этим всем работать, объединять, где-то подождать, чтобы созрели лиды, а где-то наоборот чуть-чуть как бы помочь дойти до этой мысли, где-то, возможно, через кого-то другого повлиять. Сейчас звучит очень, как будто бы мы какие-то шпионы. Есть немножко у этого в нашей профессии. Это правда есть в нашей профессии. То есть прийти в лоб и сказать, все, нам нужно с вами стремиться на результат, и это наша с вами ценность, так оно не сработает. Поэтому главная задача внутриком это слышать. Это слышать и грамотно это интерпретировать и доносить до команды. Быть таким мостиком между бизнесом, лидом и людьми. Вот, но я уже так чуть-чуть уже правой ногой захожу в историю. Мне нравится, вот все-таки еще прям очень сейчас зацепило, поняла, что все-таки формулировка партнер и вот даже должность HR-партнера, она, ну, очень правильно отражает. Здесь мы не сможем, там, как команда HR-а собрать, создать что-то такое, ну, типа, совершенно иное, привнести в компанию, что если они все токсичные, мы такие, нам кажется, что они должны быть не токсичные, мы такие придем и как-то сможем на эту культуру изменить. Кажется, это действительно гораздо более сложный формат и никакие мероприятия корпоративной традиции не смогут там на это повлиять. Здесь действительно, как уже сказала Аня, важно работать со стратегией, следами и вместе выстраивать ту культуру, которая будет отвечать на стратегию и на достижение ценности компании. Если это изменение не влияет на то, чтобы компания достигала своей цели, это вряд ли сможет убедить их, что они должны быть добрыми, а не токсичными, если это никак не влияет на достижение бизнес-целей. Очень хочется, на самом деле, еще один вопрос задать и уже переходить к следующему. Мне кажется, я даже где-то видел его в чатике, и мне кажется, он прям вот супер дискуссионный. Мы определили абсолютно точно, что культура строится в том числе от SEO и главным образом от SEO и от C-Level, но очень часто я недавно относительно прям столкнулась с таким кейсом, где один из руководителей говорит, вот мне очень хочется, чтобы у компании появились вот такие ценности, но я при этом сам им не соответствую. Как быть девой? Я тоже кепнула в этот момент, но это же, на самом деле, очень часто история, когда руководители, не знаю, читают книги про Netflix, про какие-то большие известные компании и говорят, хотим как в Netflix, хотим быть как Google, но при этом, что, как вот этому проводнику корпоративной культуры что ему в этой ситуации делать? Вопрос по подос, скажу так. Мне очень нравится ответ в чате про кислородную маску сначала на себя, по-другому никак. Вот я прям прекрасно, это прекрасно, на все случаи жизни. Согласна, согласна. Но мне кажется, что два способа, в первую очередь, там опять же, то, что я до этого упоминала, очень важно донести руководителю, что друг мой, без тебя ничего не получится. Если ты хочешь менять культуру, в первую очередь, нужно меняться тебе и твоей команде управления. И абсолютно ок, если он сейчас это не поймет, и такое бывает. Может быть, он не слышит вас, потому что вы там простой менеджер по внутренним коммуникациям, такое тоже бывает. А это пунктик тому, как важно выстраивать взаимодействие со стейкхолдерами. А подумайте о том, а как мне тогда выстроить с ним такой образом взаимодействие, чтобы мое мнение стало тоже как бы слышным. Вот если, опять же, я все про покапы сегодня. Мой, один из ключевых покапов последних нескольких лет было в том, что в какое-то время определенное в моей карьере я не выстроила взаимосвязь вместе с с нашим СО, я считала, что я тут пришла заниматься культурой и коммуникацией, я здесь сейчас все переделаю, все сделаю, просто здесь столько всего можно сделать классного, просто пушка-бомба-ракета. И я начала делать, а мне, ко мне приходит фаундер, а я как бы, ну, я сейчас очень понятно утрирую, но я такая, очень классно придумал, но не сейчас. Вот у меня есть классный план, вот сейчас вот здесь оно и будет. И я тем самым фаундера удаляла от изменений на самом деле. И это была моя ошибка. Обязательно уделяйте время, смотрите, а почему, что фаундеру важно, на что он обращает внимание, почему он это от тебя ждет, а почему он это просит. И порой где-то давайте как раз этому фаундеру, СО, стейкхолдеру, лиду, руководителю самому пробовать, самому меняться. Либо, ну, заметьте о том, кого он слушает, поговорите с тем, кому он доверяет, выстроите с ним взаимосвязь и попробуйте через него подойти к вашему руководителю. Это тоже норм. Он вообще звучит, опять же, как политические игры, но нет, это умение выстраивать и работать с коммуникацией в первую очередь. Это умение работать со стейкхолдерами. И умение работать со стейкхолдерами один из ключевых навыков внутри кома. Вот. Спасибо. Так, вопросов, что в чате, что у меня целый вагон, если честно. Поэтому тут, конечно, определиться чем-то достаточно тяжело. Поэтому давайте попробуем вот в какую историю пойти. А что насчет, например, приземления? Ну, мы понимаем, что может быть культура, ценности, только как это все дело немножко приземлить в реальные уже процессы, в реальную работу. Давайте вот про приземление немножко поговорим. Мне кажется, что тут очень, ну, во-первых, важно понимать все-таки, на какой стадии находится бизнес и на какой, ну, то есть, и что это сейчас за этап? Это кризис, это начало, насколько уже зрела компания и так далее. И здесь совершенно разная, может быть, методология ведения. Ну, смотри, вот просто в качестве, в качестве примера я сразу прямо вот дам. Да, есть сотрудники, уже есть, кандидаты, есть бывшие сотрудники, все в целом поняли, кто мы такие, отрефлексировали эту всю историю. А вот дальше это шаг какой? Вот как теперь мы... Я поняла. Когда, грубо говоря, мы уже понимаем, что все-таки там наши движущие силы там в культуре такие, такие у нас ценности. Как это продолжать поддерживать на постоянном уровне, учитывая, что все равно компания там развивается, приходят новые люди и так далее. Вот здесь, мне кажется, как уже сегодня тоже много говорили, все-таки там корпоративная культура это люди, да, и там каждый на самом деле, то есть, понятное дело, что все идет от фаундера, но на самом деле каждый человек так или иначе влияет и немножечко таки меняет эту культуру. И дальше, когда мы здесь уже как методологи, как HR-партнеры, как руководитель корпоративной культуры должны понять, как же вот эту культуру, которая уже сформировалась, которая работает на наши результаты, поддерживать на всех разных уровнях. Здесь, мне кажется, главный такой инструмент это понимать аудитории, с которыми ты работаешь. То есть, нужно работать всей вообще экосистемой, начиная от того, как мы набираем сотрудников, то есть, на что мы смотрим, как мы уже на этапе собеседования смотрим на те ценности, подходят сотрудники, что дальше, как может дальше у нас развиваться. Вторая категория это новички. Новички тоже очень сильно влияют на компанию, особенно, когда они приходят, не знаю, после каких-то наборов стажировок, когда там за лето простажировалось большое количество людей и сразу они выходят и очень сильно начинают как бы тоже влиять и вопрос, как они приживутся, не приживутся в корпоративной культуре, тоже большой вопрос в их адаптации. И здесь тоже большое пространство для работы уже для поддержки вот этой культуры и адаптации новых людей в нее. Из еще категории сотрудников, на которые, мне кажется, важно обратить внимание, помимо там топ-менеджеров, это все-таки руководители в компании, да, все лиды, которые так или иначе взаимодействуют с другими командами, с людьми, и именно они больше всего влияют на самом деле тоже на культуру, потому что, например, у них проходит там ревью, мониторинги, какие-то форматы обратной связи. Именно руководители говорят, что ок и что не ок, да, и там у нас так принято или не принято, поэтому работать с руководящими должными нарушениями, мне кажется, это особенный мастхэв для руководителей корпоративной культуры, потому что это ваши амбассадоры, те, кто дальше влияют на эту культуру и влияют конкретно на сотрудников, принимая решения по тому, кто молодец, а кто не молодец. Вот, и в предложении темы кто молодец, кто не молодец, есть все равно форматы звездочек в компании и лидеров, которые мы хотим, чтобы все сотрудники повторяли за ними модель поведения. И вот здесь вопрос, как подсвечивать этих людей, как их продолжать мотивировать и так далее. то есть в зависимости от стадии и в зависимости от должности человека может быть разный подход. Но мысль такая, что очень важно как раз работать с одной стороны со всеми и транслировать на всех, но и в зависимости от должности, в зависимости от стадии, сколько человек находится в компании, можно работать с какими-то разными уровнями. Вот, мое такое мнение, девчонки, дополняйте. У меня так много здесь вопросов интересных в чатах. Пожалуйста, я просто дополню тебя. У кого-то в чате был вопрос, и в целом Денис тоже продублировал, что делать конкретно по шагам. Если на тот, это если кейс тот, что вы уже понимаете, вы отрефлексировали, вы уже понимаете, какие у вас ценности, как их внедрять. Я в какой-то момент поняла, и мне очень нравится эта структура, я по ней действую как бы к ней некий треугольник. Первая база, верхушка этого треугольника, это информирование. Очень понятная история. Но для того, это про письма, гайды, часто делают корпоративы по тему этих ценностей, культурного кода, какие-то дел, встраивают в какие-то встречи. Томфолы, прямые эфиры. То есть без информирования этот этап неизбежен. Обязательно нужно рассказать, что вы придумали, почему вы придумали, иначе странно этого ожидать. Но перед этим шагом информирования очень важно это отрефлексировать вместе с лидами. Не знаю, вот входил ли это в тот пункт, что мы отрефлексировали или нет. Прежде чем анонсировать на всю команду, важно в идеале провести сессию, где вы эти ценности приземлите на реальность вместе с вашей основной лидом, тим-командой. Что значит приземлить на реальность? Вот вы прям берете, что вы придумали, в идеале, я надеюсь, что придумали эти ценности вместе с лидами, и такие, а что это о нас говорит? А как мы тогда здесь это, на что мы здесь тогда ориентируемся? А как это у нас проявляется в процессах? А у нас это уже есть сейчас? Мы на это уже сейчас опираемся? Не знаю, отметьте, по пятибалльной шкале, если ставят команде тройку, следующий вопрос, а почему мы на это опираемся или не опираемся? Прямо, и вот эта встреча с лидами, это уже главный, один из главнейших шагов внедрения, опять же, потому что мы про это говорили, что важно, чтобы лиды это принимали, транслировали. И после того, как вы это приземлили на реальной смеси с лидами, на сессию уделили этому время. Дальше, информируйте. Следующий шажочек, что вы делаете, а вообще в идеале это не в порядке, один, два, три по шагам, а это параллельно. Это история про ролевую модель. Это история про то, что вам важно найти амбассадоров вот этой вашей культуры, которые ярче всего это проявляют, именно ярче. Их видно, их слышно, за ними идут. Мы в свое время, когда внедряли культуру, новую культуру встреч, это тоже культура, мы меняли наши правила встреч, как мы их проводим, как мы общаемся и так далее. Мы взяли амбассадоров, которые неравнодушны к этой теме, которые ярче всего это проявляют, поговорили с ними тет-а-тет, я с ними в личке списалась, с кем-то я встречу назначила, в зависимости от специфики этого человека, ну, не специфики, господи, от характера, и предложила, давайте вы будете амбассадорами, а давайте вы будете помогать эту историю внедрять, если вы это разделяете. И все соглашались, не было ни одного человека, который с этим не согласился, потому что тем самым эти амбассадоры и в диагностях на каких-то синках, встречах, стендапах, демо, тоунхолах это происходило, либо в процессах, если что-то идет не так, он либо попытался сам это исправить, либо приходил и говорил, не работает у вас, вы тут говорите, что вы командная классная, не командовая классная, вот у вас раз, два, три непрозрачная культура, это ролевая модель, очень важно эту ролевую модель выявить, сформировать и ваших амбассадоров как бы вместе добавить в чат, не знаю, договориться с ними о встрече регулярно, здесь уже в зависимости от того, кто эти конкретные люди, как у вас это принято. Третий пласт, а их четыре в треугольнике скоро скажу слово, это история про изменение майнсет, то есть вы такие, окей, мы придумали что-то, культурный код, мы всем рассказываем, у нас есть люди, которые это транслируют, наши уши, глаза и так далее, вместе помогают нам эту историю, машину менять, внедрять эти изменения, а есть-то люди, которые у вас есть на текущий момент, они-то уже привыкли действовать по-другому, например, они привыкли токсичить, как у нас уже был в диалоге разговор, и важно, поведение текущее корректировать с помощью обратной связи, написать гайд для ассессментов, либо это может быть ассессменты, ревью, еще встречи, где вы оцениваете, как сотрудник поработал, и как даете ему фидбэк, какие ли ставите вместе с ним цели, куда сотрудник дальше двигаться, и вот на этих встречах очень важно давать фидбэк, о том, он в культурном коде или не в культурном коде, для того, чтобы понять, в культурном коде он или не в культурном коде, классный инструмент, когда вы прорабатываете вместе с вашими HR-партнерами, HR-дженералистами, с руководителями некие гайды по подсказке о том, подсказки, из которых можно создать опрос и кинуть заранее перед вашей встречей, пожалуйста, анонимно пройдите и скажите, он опирается на эту ценность или не опирается на эту ценность по пятибалльной шкале, и если там вы поставили оценку, почему, пожалуйста, проявите это в действиях, расскажите, как это в действиях проявляется, это вам будет фактура для разговора, ну и второй момент, это через новичков, очень важно все ваши придуманные ценности, убеждения, принципы, ваш культурный код обязательно добавить в вашу welcome презентацию, welcome встречи, в ваши встречи, там, кто у вас встречает новичков, если ты рекрутеры, значит, с ними про это поговорить, проговорить вместе с ними, как они это понимают, как они видят, то есть новичкам, это вот, как сказала Соня, это классные ребята, через которых очень важно эту культуру как раз-таки внедрять, не игнорируйте эту аудиторию, ну и последний класс, основополагающий, он последний, потому что он базовый, это процессы, посмотрите на ваши ценности, которые вы придумали, а как они в процессах проявляются, например, когда у нас была ценность, ориентация на результат, в нашем случае она была ценность, я не придумывала о том, как здорово про это рассказать, я придумывала о том, а что в наших KPI-ах и системе мотивации помогает ориентироваться на результат. И я ходила к тем, кто отвечает за наши процессы, у нас тогда была команда стратегов, которые за это отвечают, и вместе придумывала, я говорю, слушайте, мы тут придумали, что у нас ценность, ориентация на результат, а давай помоги, пожалуйста, вместе придумаем, как это может здесь проявляться, потому что мне кажется, цели полагания и система мотивации напрямую связаны с ориентацией на результат. Как это у вас проявляется в процессах, как это у вас происходит, процессы разные, Как вы что-то планируете, как вы оцениваете, как вы двигаетесь, как вы разговариваете. Вот в этих прям покопайте в ваших процессах, в вашей ежедневной рутине и посмотрите, как ваша ценность в них проявляется. Вот такой треугольник. Я буквально создала Excel-ку и по вот этим вот заголовкам придумала, накидала разные идеи, поставила сроки и вот их внедряю. Внедряла и внедряю до сих пор. Мне очень нравится этот инструмент, я по нему до сих пор живу. Так, я замолкаю. Я могу здесь дополнить вот интересную мысль про амбассадоров, да, очень крутой метод вообще. Приходите лично общаться и предлагайте становиться амбассадорами и так далее. Вот, есть еще там, например, формат, которым мы пользуемся. У нас есть формат стратегической сессии, когда выезжают топ-менеджеры и как раз обсуждают какие-то насущные вопросы. И в какой-то момент мы начали предлагать, а давайте расширять и выезжать не только команды топ-менеджеров, а звать каких-то ключевых топовых сотрудников из разных областей, из разных команд и так далее. И человек, когда его приобщают к такой возможности куда-то поехать, это и для других мотивация быть тоже там лучшим, чтобы в следующий раз там его взяли. Вот, но и те ребята, которые там три дня поварились вообще в стратегии компании, что делать, какие ценности, на что обращают внимание топ-менеджеры, возвращаясь с таких поездок, очень видно, насколько они начинают по-другому себя вести и насколько менять вот как раз культуру вокруг себя. Если это как раз руководительные направления, ресурс-менеджеры и какие-то другие управленцы, это сразу тоже имеет такой быстрый эффект на них и на людей вокруг них. А мне очень нравится кейс. И мне не добавить, не убавить, если честно. Вот так интересно рассказывать, я вас ослушалась. Я просто вспомнила примеры одной компании. Я могу сейчас немножко приврать, но у них идет такой некий условный марафон ценностей, где топы, лидеры мнений показывают вот эту рулевую модель и рассказывают, а что значит эта ценность лично для каждого. Это очень круто переложить со слов в какое-то действие, действительно привести примеры. Потому что мы недавно, знаете, мы сейчас пересобираем EVP. И интересно, что такие слова, как открытость, честность, это на самом деле есть сейчас практически на любой, на любом сайте у любой компании. Мы описываем одинаково продукты, у нас абсолютно одинаковая структура вакансий, все-все-все практически одинаковое. И для меня, на самом деле, если честно, я раньше даже не замечала, насколько одинаковых слов много встречается на рынке. При этом открытость в одной компании абсолютно не равно открытость в другой компании. И вот очень хочется эти истории действительно мэчить. И для кандидатов, и для новичков показывать через примеры. И более того, открытость внутри компании может по-разному внутри команд оцениваться. Не знаю, дизайнеры открытость по одному считают, что мы можем мемы друг к другу скидывать. Не знаю, селзы считают, что открытость, это я могу открыто поматериться. То есть даже это да, 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 по-разному внутри. Мне очень хочется ответить на вопрос Анастасии, потому что там еще Наталья просила, и я обещала. Компания активно растет, и, соответственно, кризис сейчас. Удачное время для начала формирования КК. Какие рекомендации? Девчонки, хотите ответить или мне? Ощущение, что здесь нужно вообще про стадию, мне кажется, развития бизнеса и про то, как меняется культура. Я тут, девчонки мне намекают, ну мы сейчас еще Анастасия, сейчас покажем нашу табличку, что мы подготовили, но я вернусь к вашему вопросу. Намекает про ту табличку, которую мы с вами, мы заранее создали, помощь, подсказку. Денис, если ты с нами, щелкни, пожалуйста, на следующий слайд, по-моему, там она должна появиться. Класс, появилась. На самом деле мы очень так упростили стадии развития бизнеса, конечно, существует намного больше, но мы с вами сейчас не про стратегию, а про культурную, поэтому мы их разделили на четыре блока. Что есть этап запуска и старта, и здесь очень важно как раз именно создавать, объединять людей, потому что с чем я, например, столкнулась, что когда вы запускаете что-то в очень быстрых темпах, в новое направление. Можете относиться к этому не как к запуску стартапа, нового направления у вас или нового продукта внутри вашего компании. Это тоже своего рода запуск и стартап. Очень частая, ну не ошибка, а проблема в том, что ребята не могут договориться между собой, потому что ребята амбициозные, сильные, потому что нужно запустить вам быстрый срок, поэтому вы берете сильных ребят с рынка с сильным мнением, и которые просто по-разному разговаривают, по-разному друг друга слышат. У нас была такая ситуация, когда у нас не могли мы стартануть проект, потому что ребята просто не могли на встречах договориться между собой. Просто никуда уходили встречи без конца, пока мы не подошли к вопросу культуры и коммуникации, правда. Это было неизбежно, поэтому важно здесь определить о том, а кто вы и зачем вы тут собрались. Мы опять тут были вопросы о том, с чего начать. Вот еще один пример, как можно с чего начать. Очень многое зависит, правда, от вашего контекста. Как было в другой компании, о другом кейсе. На старте мы буквально создали док вордовский с вопросами о том, кто мы, что мы тут делаем, почему мы запускаем этот продукт, почему мы в него верим, кто наш клиент и как мы запускаем этот продукт. Тут было около шести-семи вот таких вопросов, я не преувеличиваю, на которых мы сначала вместе узким составом, прям совсем там, фаундер, их было три человека, пытались найти ответы. А потом мы их расширяли, мы их отвечали вместе с лидами, мы дальше организовали сессию вместе с лидами. Мы эти вопросы сформулировали, предложили им наш вариант ответов и спросили, вы что думаете, как вы на них смотрите. В сессии, понятное дело, мы задавали более конкретные вопросы, чем просто как вы думаете. При этом, конечно, проводили исследования. Еще один вариант, как при старте важно. Обратите внимание о том, что вас привело уже к успеху и к чему вы хотите двигаться. То есть, если вы, например, прям совсем на старте и у вас не на что опереться, прям посмотрите на себя из будущего. Мы проводили исследования, мы спрашивали у лидов, которые стоят как раз на стадии создания этого продукта, а через 10 лет мы какие, мы что делаем, а мы почему это делаем, как мы влияем на рынок, как нас видит наш клиент, наши пользователи. Эти вопросы, я не говорю, были в наших глубинках, которые мы потом использовали для формирования наших ценностей, потому что они как раз и транслируют о том, во что я верю и почему я в это верю. Поэтому, пожалуйста, обращайте на это внимание. И традиции и правила, они формируются сами собой. Уделяйте этому время. Понятное дело, всегда все очень сильно зависит от того, какая у вас команда, какие у вас собрались ребята вокруг. Но этому тоже нужно осознанно уделять время. Пока вы кто-то не позовет, пойдете, выпьем пиво после работы в паре, вряд ли оно само чудом случится. Чтобы кто-то один, это должен инициативу проявить. Чем раньше вы ее проявите, тем быстрее ребята между собой сплотятся для того, чтобы реально запускать продукт. У нас были кейсы, когда мы пытались запустить один продукт внутри, у нас он не шел. Ребята съездили на корпоратив, как бы это банально ни звучало, и у них все пошло. Они писали друг другу после корпоратива, через пару недель, что им реально помогло просто, что они вместе встретились и выпили на вечеринке. Правда. Второе, промасштабирование и рост. Рост — это история, когда вы растеряетесь, и здесь очень важно не потерять вашу культуру, не потеряйте ценность. Это про тот кейс, с которым я столкнулась, о том, что мы сильно росли, у нас увеличивалась команда в X2, и старички уходили, потому что это неизбежный процесс. Старички, которые носители этой культуры, всегда уходят. И проблема была в том, что это было не описано в гайдах, не доформулировано в действиях, и поэтому культура начала теряться. И на вопрос о том, а какие мы на самом деле, все отвечали по-разному, видели это по-разному. А это значит, что мы это не можем транслировать дальше, мы это не можем передавать дальше, мы не можем этого удержать, мы не можем на это опираться. Поэтому очень важно, когда вы замечаете, что вы растете, бегите, опишите все, договоритесь, доприземлите в действиях, доприземлите это в кейсы. Не знаю, опишите, мы описывали в одной, в другой команде, мы описывали кейсы, которые нас привели к успеху. Прямо брали, вот он наш проект был, и вот почему мы считаем, что он нас привел к успеху. И это выкладывали дальше на лендинге, для того, чтобы все могли видели о том, что это вот не на словах написано, мы открыты, а вот он был кейс, и вот почему он нас привел к успеху. Ну, и понятное дело, что здесь очень сильно внимание онбордингу. Денис, если щелкнешь на следующий слайд, я расскажу еще про следующий слайд. Очень хочется про факап. Вообще нам кто-то обещал, что если мы будем рассказывать про факапы, нам тоже расскажут про факапы, но пока только мы рассказываем. Я все время про масштабирование вспоминаю историю, как мы нанимали очень огромное количество людей в очень сжатые сроки в одну компанию, которая, с одной стороны, была таким стартапом, а с другой стороны, чуть-чуть была уже энтерпрайзом, с ворвавшимися процессами и т.д. И мы нанимали людей, которые хотели прям такие стартаперы. Мы прям хотели людей молодых, эгегей, классных, веселых. И у нас был огромный отток, на самом деле, ребят, как раз на онбординге, потому что мы классно их погружали, но оказалось, что в реальности у нас не совсем стартап, а у нас все-таки уже подросшая компания. И мы, когда в какой момент это отловили, мы начали продавать совершенно другую историю на интервью и очень хорошо описывать, а какие мы действительно есть. Не какие мы хотим быть и какими мы мечтаем быть, а какие мы есть в реальности. И мне очень нравится, вот мы когда были на сессии по ценностям вместе с Аней, как раз с нашей командой, мне очень нравится, очень много было споры по дискуссии как раз про ценности, про какую-то определенную компетенцию. И мы задавали вопрос, мы сейчас такие или мы хотим быть похожими? Вот оно где? Потому что одно дело хотим быть, нам нужно тогда понять, а как мы туда дойдем. И совершенно другое, когда здесь и сейчас мы эту историю проявляем, или, например, ее проявляет 10% компании, а 90% токсики. То есть мы позиционируем себя как открытые ребята, а в реальности 90% токсичные. И вот это вот разрыв, который, безусловно, нужно здесь править. Я добавлю, опять же, к инструментарию про то, вот мы все придумали и что делать дальше. Еще мы после сессии, которую говорит Полина, вспомнила, мы для того, чтобы внедрять, мы решили, что то, что мы придумали, мы спросим у людей, потому что мы очень человекоцентричные. У нас в роботах большой фокус на ребят, и мы все решения принимаем командно. И это наша особенность, наша ценность. И поэтому мы, так как это вот проявляет ценность в процессе, мы создали опросник, где мы придумали вот то, что мы следами сформулировали, и прислали к всей команде, и сказали, ребята, мы тут как бы ценности пересматриваем. Смотрите, мы вот это придумали, оцени по двум параметрам. И была шкала пятибалльная, обожаю шкалу, потому что человек начинает рефлексировать сразу. Опираюсь ли я на эту ценность по пятибалльной шкале, и соответствует ли нам сейчас это. То есть он оценивал себя, опираюсь ли я на эту ценность. И есть ли у нас это или нет по пятибалльной шкале. И дальше был просто, а почему ты поставил эту оценку, открытый вопрос. И это тоже пример того, что мы придумали что-то, а мы сразу смотрим, это существует в реальности или нет. И, кстати, у нас тогда на тот момент прошло около 50% команды. Это довольно высокий показатель для опроса по ценностям от команды. И это была четверка. И мы считаем, что четыре – это хороший показатель того, что мы придумали не то, что мы хотим, а мы придумали то, что у нас есть на самом деле. Так, давай следующий слайд, Денис, про два следующих. Да, потому что там в конце есть кризис, и Анастасия и Наталья про это спрашивали. Хочу к этой теме вернуться. Денис, ты с нами? Пока Денис перелистывает, про ценности тоже добавлю о том, что когда мы в компании, которые уже почти 30 лет на рынке и пересматривали ценности, вот пересматривая ценности, они показали, что на самом-то деле, даже несмотря на то, что прошло уже столько лет, и что на самом деле мир очень сильно меняется, все равно ценности, действительно, формулировки чуть-чуть изменились, но если брать по сути, то на самом деле это просто какой-то апгрейд просто нового вординга, но, общаясь с людьми, понимали, что те ценности, которые были еще заложены тогда, они до сих пор зиподействуют, и системы, как раскорку культуры, выяснили таким образом, что погружение, работа дальше, вот эта тема с историями и так далее, что он действительно передается настолько, что спустя 30 лет эти же ценности остаются главными движущими силой компании. Хочется сразу сравнить, когда говорят стержень человека, который не меняется, на самом деле, а с течением лет. То есть у тебя классные ценности остаются, и вот это ядро ценностей, оно действительно остается. Но здесь, на самом деле, вот прям не хочется, но вот бывает такое, когда начинаются двойные какие-то стандарты, когда написано какими-то красивыми словами, а компания поменялась, возможно, пришел, не знаю, новый управляющий состав, ушла большая часть старичков, в общем, что-то произошел, какой-то кризис, вот, да, я чуть забежала вперед на два пункта, простите, задумывалась. Про это они сейчас расскажут. Давайте про то, когда компания зрела, стабильная, все хорошо, нечего рассказывать, давайте про кризис что делать. Надо брать пример с крок, потому что вот ценности один раз написали, и все, и ядро осталось на 30 лет. На самом деле, мне кажется, что тут, девчонки, дополняйте, что когда происходит какой-то кризис, первый вопрос при формировании культуры, а что идет не так. И если вы только-только подступаетесь к формированию культуры, к оперативной культуре в момент кризиса, важно не только рефлексировать, о что идет не так, но и о том, а что нас привело сюда в хорошем смысле. Вспомните, опять же, как я уже говорила, успешные кейсы, буквально прям вот примеры, запуска продуктов, запуска проекта, решения каких-то сложностей, вызовов, челленджи, что угодно, которые вас помогли, вы уже существуете год, два, три, десять, пятнадцать, двадцать лет, которые вы уже почему-то все это время существовали. Что вас объединяло, что вас приводило к этому успеху? А второе, ответьте на вопрос, а почему вы здесь? А почему вы с кризиса? Почему что-то идет не так? Это может быть не дело в культурном коде, может быть дело в компетенциях, может быть дело в навыках действительно, может быть дело в составе команды. И это нормально, но прикольно, когда ценности, вопрос культурный код, это нормально, вернее, не прикольно, это обычная ситуация, он так, как затрагивает все процессы, он и становится драйвером таких вопросов, бизнесовых, про вопросы про вашу стратегию, про вопросы про ваши процессы, про вопросы про ваши взгляды, про ваши подходы. Поэтому, когда кризис, ситуация, в первую очередь, посмотрите, почему вы здесь, и с точки зрения ваших сильных сторон, почему вы здесь, потому что все это время существовали и жили, и с точки зрения слабых сторон, что вы сделали, в какой момент не так, И к чего это относится? Это относится к процессам? Это относится к навыкам? Это относится к управлению? Или относится это к культуре? И здесь очень важно быть честным с собой, потому что когда кризис, не все готовы это признать и не все готовы это принять. И особенно лиды и фаундеры очень часто могут не принимать такую ситуацию, смотреть, да нет, все хорошо, ребята, запускаем больше продуктов, делаем больше железа и гасить за эту историю. И очень важно здесь через разговор, через разные какие-то встречи, мероприятия вытаскивать на честность, вытаскивать на объективность, через запросы команды, через какие-то конкретные ситуации. Все время быть честным с собой и быть честным с командой. Поэтому кризис — это прекрасная действительно возможность для того, чтобы формировать культурную культуру. Сядьте вместе, либо сформируйте вопросы о том, кто вы, что вас объединяет, где вы, либо возьмите мира, сформируйте два вопроса о том, почему я здесь и что мы делали не так. И организуйте сессию с вашими фаундерами, либо на более широкий состав, либо с вашей командой. Но опять же, команда, если у вас она большая, то лучше ее всегда сокращать. И по-креативьте, накидайте стикеры, приземлите это дальше на реальность, прям спросите себя о том, в каких-то кейсах выражалось, а в чем это проявлялось. И это клевая действительно площадка для того, чтобы заняться культурой, чтобы дальше вас это ускорило или вас это объединило. А еще это клевый инструмент в кризисе команды образования, потому что вы объединяетесь вокруг такой, знаете, небизнесовой иногда, когда вопросы про деньги, про стратегию входят в стресс, а когда вопросы про культуру, ребята раскрываются, потому что это что-то более, не знаю, приятное, почему-то такое бывает, правда, это так, более приятная тема для обсуждения. Это клевый инструмент команды образования, особенно когда ребята выиграли и уставшие, и самое время использовать эту сессию для того, чтобы замотивировать и объединить, и ответить себе на вопросы о том, где мы сейчас и куда нам надо двигаться. Как? Вопрос как? Мне кажется, что здесь вопрос Анастасии. Анастасии, поправьте, если я не права, но он здесь про кризис роста, про как раз переход, да, и, скорее всего, про изменение процессов, возможно, появление каких-то процессов, и это, на самом деле, нормально. Вопрос в том, что вы хотите сохранить из того, что было. Это как раз про элементы, да, традиции, я не знаю, как вы нанимаете то, что было до, и как вы хотите это приземлить в то, что здесь сейчас, и куда вы хотите прийти. Ну, это вот то, что Аня говорила, потому что, мне кажется, про кризис роста, здесь вообще интересно, что, мне кажется, кризис роста, вот то, что я наблюдаю, я достаточно много работаю с компаниями, которые быстро растут, так уж вышло, не знаю, почему меня все время к ним притягивает, но кризис роста, с которым вот я вижу, да, и сталкиваюсь, это очень часто, когда компания живет еще в таком неком семейном типе, я не знаю, достаточно какого-то одного корпоратива, где все посидели, спели в караоке, и все классно, потом компания начинает расти, и здесь, а, нужно нанимать правильных людей, которые соответствуют культурному коду, б, онбордить их правильно, потому что, если вы не заонбордите в культуру, то начнется прям жесткий такой раскол, новички, старички, и это не очень такая приятная, на самом деле, история, вот, ну и все, что рассказывали девчонки, в частности, Аня, как раз про инструменты, а как, собственно, это сделать? Я предлагаю двигаться к последнему этапу для дискуссии, и здесь был как раз вопрос интересный, девчонки, есть ли формула зависимости к культуре от количества денег? Так, Денис, мы перфекционисты, кликни слайдик, пожалуйста, спасибо, а теперь, девчонки, вам вопрос, есть ли формула зависимости к культуре от количества денег, выделенных на нее? Можно ли нам? Да, да, говори. Давайте я как человек, который все-таки не топ в корп культуре, у меня другая, да, профессия, мне, если честно, кажется, нет, у тебя может быть компания, у которой очень много денег, но, к сожалению, культура совсем не очень, а может быть маленькая, но гордая, и культура будет та, которая будет завидовать весь рынок. Вопрос в том, какие инструменты вы используете, то есть там вы можете работать с амбассадорами, я не знаю, привлечь дополнительные бюджеты на формирование, да, этой культуры, у вас может быть мерч, у вас могут быть более крутые корпоративы, но от этого люди, более вовлеченные в компанию, более соответствующие вашим ценностям, они не станут. К сожалению, это те вещи, которые, да, в какой-то момент объединяют, но из таких компаний точно так же уходят. Поэтому, на мой взгляд, сильную культуру рождают люди, а люди все-таки, это не только про деньги история. Согласна. Но это нормальный зарплат, то есть он тоже стул, покалечившийся. Это правда. Но единственное, что хочу дополнить, что, например, все-таки, если мы говорим о маленьких компаниях, где там ты как HR или там как руководитель можно тянуться и выстраивать, ну, как бы, на себе и вот на своей, как бы, там, харизме и энергии, то это можно там делать бесплатно. Все равно, если мы говорим о больших компаниях, тут нужны деньги для как раз вот этого, ну, расширения, приземления и так далее. То есть выстраивание процессов, перестраивание процессов – это деньги, да. То есть мы не говорим там про корпоративы дороже или дешевле, да, на право вот это выстраивание вот этой системы постоянного информирования, работа с процессами, на самом деле работа с какой-то мотивацией, да, ну, как бы, на это точно так или иначе все-таки нужны ресурсы, где-то это там, типа, человеческие, которые тоже там платят зарплаты, где-то денежные и так далее. Но прям прямой припорциональности нет. Здесь больше все-таки, конечно, зависит от подхода. Согласна. Я перехватила роль модератора, не знаю, я много говорила в этом блоге про приземлять культуру в реальности процесса. Мне понравился вопрос, так, как измерить, нет, давайте лето, как оценивает соискатель, подходит ли он к культуре? Ну, это Полина, мне кажется, должна ответить. Полина. Ну, это вот как раз то, про что рассказывала на самом деле Аня, задать вопрос, кто мы и как мы себя проявляем, и в зависимости от этого, какая наша ролевая модель, и именно эту ролевую модель пытаться найти на рынке. Ну, в первую очередь, какие-то базовые истории, да, смотреть на компании, из которых там приходит человек, и все-таки понимать, что, я не знаю, заводы, пароходы и IT, они могут быть разными. Например, да, ну, то есть мы понимаем, что где-то может быть культура разная, и впишется к нам человек в культуру или не впишется, это на самом деле вопрос. Хороший вот кейс, знаете, в какой-то момент мы наняли на одном месте работы одного человека, и он хороший, классный, но ему было прям, ну, тяжело двигаться в ритме компании. И через какое-то время, ну, обоюдная была история, что нет, просто совершенно другой процесс, к которому человек привык, и это нормально. Вот чем меньше будет таких, на самом деле, я бы не сказал, что здесь прям какая-то ошибка, да, найма, но все-таки нужно понимать, из каких компаний мы берем, что мы проверяем, какие вопросы задаем, вот, и вопрос, безусловно, поведенческий, кейсовый, вот, чтобы понять, как человек проявляется. Ну, и все-таки смотреть и наблюдать то, что есть на рынке. Я всегда об этом говорю, вы должны понимать, а что происходит в разных компаниях. Вот с помощью нетворкинга вы понимаете, о чем где происходит, и плюс-минус можете это, как рекрутер сметчить в голове. Я могу дополнить, про факапы, короче, да, какой-то опять очередной, правда, так слышу, что много раз сформировала ценности, в принципе, работала с культурой в целом всю свою жизнь, и когда в начале моей карьеры мы их сформировали, и я такая, так, ну, это же нужно в найме, нужно в онбординге, как отличница, все знаю. И я прислала команде рекрутеров, такая, девочки, мы придумали, держите, вот они, наши четыре новых ценности. Я расписала на поведенческие индикаторы, как отличница, как это проявляется в действиях, что это говорит, как открытость, что это. И такая довольная собой. А потом я узнала, что они мне все ответственно отписались, кивнулись, спасибо, Аня, и никто это просто, конечно же, не понял, как это внедрять в работу, что с этим делать. Они как бы поняли, что это нужно учитывать, прочитали, запомнили, запомнили, как могли, и как поняли по своему усмотрению. И, ну, вроде бы, как оценивали, но на самом деле нет. И на второй раз, когда я в другом проекте подступилась к этому, я такая, так я больше делать не буду. И поэтому я пошла к команде рекрутеров и предложила, я призывала тоже встречу на час-полтора, так как у нас было там немного. И я говорю, смотрите, вот у нас три ценности. Предлагаю покреативить прямо сейчас, right now, все мы понимаем, что нужно оценивать соискатели по этому культурному коду, о том, и мы креативили, как эта ценность проявляется, что кандидат рассказывает в своем опыте. Мы прям, вот прям вопрос, что тогда мы должны замечать в опыте, какие должны быть навыки, которые могут подкрепить эту ценность, эту веру, какие есть кейсы, и какие стоп-слова, стоп-барьеры. И мы вместе с ними в моменте креатива поставили себе такую как бы шпагалку. Мне было важнее скорее не получение артефакта как помощи для того, чтобы оценивать соискатель, подходит по культуре или нет, а важнее, чтобы рекрутеры прожили эту ценность, поняли ее, позадавали вопросы, посмотрели на нее с разных сторон, представили кандидата, как они будут его оценивать. Вот скорее именно важен процесс в этой ситуации. Ну, понятное дело, что после результата я прислала ребятам, и ребята по нему жили. Они мне потом приходили и рассказывали. Вот это работало, должно было в другой команде. Поэтому на это вопрос я бы... Вот мне кажется, это такой еще один доказательный пример о том, что несмотря на то, что есть разные, там, не знаю, гайды, книжки про то, как выставить культуру, что здесь нужно проявлять столько гибкости и столько вот как раз искать подход вообще к любой задаче, потому что... Ну, в том, что каждая компания разная, каждая культура разная, и, соответственно, дальше способ работы и взаимодействия тоже разный. Есть, конечно, какие-то общие там принципы, которые подсветили как раз на предыдущих слайдах, но здесь действительно как будто бы нужно ориентироваться на ценности и дальше от этого двигаться в зависимости цели. Ну, то есть мне кажется, что основной такой лайфхак для коллег, работающих HR, это два ориентира. Первый – это бизнес-ориентир. И все-таки какая стратегия у компании и что действительно помогает компании приходить к результату или нет. Действительно ли это то, чтобы все дружили между собой, или это для компании вообще не влияет на ее результаты, а влияет что-то другое. Вот. И вторая сторона, ну, типа, это человек-ориентирование. На то, насколько уже поняв повестку, поняв стратегию и так далее, мы можем с помощью как раз той эмпатии и умением работать с людьми уже дальше это влиять, перекрашивать и вот все другие синонимы, которые мы сегодня тоже затронули. Вот. Поэтому мне кажется, здесь очень… Хороший как раз момент про перекращивание, потому что я привела пример, когда человек не вписался, хотя, ну, там нужно понимать, да, что это была обоюдная история и, кстати, его решение. Но, возможно, было сказано как будто с негативной историей, что я не верю о том, что люди из одних компаний могут как раз приходить и перекрашиваться вот в наш культурный ход. Я… На самом деле дискутирую очень много и с Соней, и с Аней на этот вопрос, когда готовились к вебинару, потому что он, мне кажется, самый такой дискуссионный. И многие компании хотят нанять человека, который полностью как коробочка соответствует их ценностям. То есть он должен говорить одинаково с ними, он должен действовать одинаково. Но такого не бывает. То есть идеальных людей, их базово не существует. У каждого из нас есть какие-то плюсы-минусы. И если есть компания с какой-то очень яркой, на самом деле, культурой, очень хочется привести в пример, знаете, компанию IKEA. Говорят, что все, кто работал в этой компании, говорят, что у них невероятная корпоративная культура. И в какой-то момент, когда IKEA ушла с рынка, я встречала очень много ребят, которые работали там годами, 10 лет, 20 лет, 30 лет. У их дети работали там после этого, мужья работали там. То есть это прям реально невероятная просто история. И то, как они рассказывают про компанию, если честно, но я очень мало видела вообще примеров в своей жизни, а я достаточно давно работаю в HR, чтобы люди рассказывали так. И мне было всегда интересно, как после такой сильной корпоративной культуры смогут ли ребята вписаться в другую культуру. Да, кто-то вписывается, а кто-то, интересно, переезжал из России для того, чтобы работать в IKEA, потому что больше не могли найти похожую как раз компанию. Или мы берем пример масштабирования бизнеса, да, когда у нас ребята находятся такого, не знаю, допустим, у нас диджитал-агентство, которое предоставляет какие-нибудь дизайнерские услуги или креативные услуги. И мы работаем в компании, у нас такой семейный тип, все классно, спокойно, и тут нам нужно выходить на рынок, не знаю, США. И мы понимаем, что нам нужен сейлс, который придет и просто порвет всех. И здесь, скорее всего, да, мы так или иначе столкнемся, что где-то культурный код будет разный. Вопрос в том, насколько мы найдем человека, который сможет сюда зайти. Но, скорее всего, небольшие столкновения, они могут быть. Вопрос, мы готовы идти на эти риски или не готовы? Что мы от этого получаем? Потому что мы с Аней, ну, там были примеры, когда мы видели, что компания не готова наманимать людей вне культурного кода. И это тоже нормально, и это имеет место быть. Потому что риск, риск и шанс на ошибку, он слишком велик в такой ситуации. Да, и мне кажется, единственное, что хочется добавить, в том, что у всего есть цена. И важно просто это понимать, что когда вы формируете вашу ценность, ваши принципы, ваш фундамент, ваш культурный код, всегда есть обратная цена. И это нормально. Ну, я знаю кейс в одной команде, которая запустила огромное количество очень клевых продуктов, которые мы с вами пользуемся каждый день. Дальше они понимают, что если они будут продолжать так же, у них что-то будет не так. То есть они смотрят максимально стратегически. И обычно они сфокусированы, они мало говорят про культуру, про HR, про всякие истории эфемерные на их взгляд, такие конкретные процессы, технологии, железо. И тут они поняли, что вообще ничего не помогает, и решили собраться и поговорить про культуру, про команду. И провели тестирование по Хогану, довольно известное тестирование. Я вообще, кстати, рекомендую использовать разные тестирования. Казалось бы, очень банальный инструмент, но очень клево показывает о том, какие мы есть на самом деле и взаимодействия между собой, как выстраивают. И Хоган показал, что мы все одинаковые. Просто все одинаковые, потому что руководитель под копейку брал всех своих ребят. И было только два человека, которые отличались. И это тот момент, когда надо было это пересмотреть. И это ок. Это тогда, на тот момент, когда он набирал команду, это помогло им двигаться дальше. А сейчас им нужно было поменяться. Всего есть цена. Или хорошая история про клиента-ориентированность. Когда есть такая ценность и вообще подход, клиента-ориентированность в компании, когда мы относимся к нашим сотрудникам, ровно точно так же, когда мы относимся к нашим клиентам. И бывает такое, когда, знаете, в бухгалтерию или финансы, например, сложно идти. И когда мы ищем бухгалтера, который будет супер открыт и будет клиент-ориентирован к внутренним сотрудникам. Вот тоже классный кейс. То есть можно ли здесь вписать, готов ли будет, например, какой-то бухгалтер вписаться или нет. Тоже по-разному бывает. Потому что, ну вот я привожу пример, например, из своей рекрутерской работы. Или могу сказать, например, ну что-то про бухгалтеров начала, когда команду хотели взбодрить и, наоборот, брали бухгалтера такого супер-классного. И потом был риск, потому что она хотела перейти на новое место, сменить профессию. Потому что она поняла, что бухгалтерия – это не ее. Она хотела общаться с другими отделами, которые были более веселые. Ну то есть случаев просто миллион есть. Так, девчонки, мне кажется, мы с вами можем бесконечно. И я уверена, извините, пожалуйста, правда, те, кому мы не ответили на вопросы. Вопросы фантастические, правда. Не знаю, здесь в этот момент хочется ставить свой LinkedIn, Facebook, контакты. Но почему-то я этого до этого не сделала. Но приходите в Facebook. Я не люблю вам вести. В целом легко. Приходите ко мне, добавляйтесь, зовите на кофе. Можем с вами продолжить дискуссию. Но, конечно, нам надо двигаться дальше. Вот ровно так мы… Я как голос откуда-то… Я выключила камеру, ты можешь забирать место. Ничего страшного, у нас дальше все равно будет момент с литературой. Мне потребуется именно ваша в этом помощь. Евгений очень соскучился, София, по твоему голосу. Поэтому я думаю, что в этих слайдах тебя тоже будем с удовольствием рады услышать. Хотя, София, мы тоже слушаем периодически. У нас есть список материалов для изучения. Девушка, если вы его прокомментируете, будет здорово. Мне кажется, София должна это сделать, чтобы Евгений услышал. Я здесь могу повторить, наверное, свою мысль о том, что есть действительно как бы best practice, да, что работает там в каждой компании. Но здесь это может быть ошибка о том, что хотим как у них, но для этого ничего не готовы делать. Поэтому здесь на самом деле там список для изучения это для вдохновения. То есть можно посмотреть, как работает у других лучшие практики и так далее. При этом все равно важно здесь очень понимать, а как это может работать у нас. Вот, например, там в рамках уникальной культуры Netflix, потрясающая книга, как мы решили использовать ее для работы с нашей культурой. Мы сделали основные заметки и на стратегической сессии вместе с командой топ-менеджеров обсуждали там каждый поинт и пришли к выводу, что многое из этого просто не ложится, потому что у нас принято по-другому, и мы не сможем из себя строить Netflix, и это как бы неправильная для нас, например, стратегия. Но при этом, вдохновившись какими-то вещами, да, вот это мы готовы в это идти, и дальше уже как бы если мы во что-то готовы идти, что-то добавлять в нашу культуру и так далее, уже после этого следует большой плод работы, который там команда топ-менеджеров должна под это подписаться, команда HR должна это помочь выстроить и так далее. Вот, поэтому книжки — это не пример для подражания, что мы просто берем и делаем все как книг, вот, но это точно хороший источник вдохновения, знаний и так далее, которые дальше могут помочь вам при стратегировании и работе над формированием и приземлением своей культуры. Надо было нам переименовать... Я хотела просто добавить, что надо было переименовать слайдик, список материалов для вдохновения, для изучения. Я согласна. Мне очень хотелось сказать, что как раз, когда сказала, что взять какой-то элемент, который принести к себе, что как и любой сотрудник, на самом деле, новичок, который приходит в компанию, что он такой становится, может принести что-то совсем свое и прекрасно обогатить как раз культуру. Вот. Все, надо заканчивать. Мне кажется, мы с вами так прекрасно поговорили. Спасибо огромное нашей аудитории. Мы думаем, сейчас Денису передаем слово и молчим. Все. Мы не хотим, чтобы вы заканчивали разговаривать. Вот в чем заключается главный посыл. Так, спасибо вам большое. Сейчас у нас будет несколько моментов, один из которых будет касаться рефлексии. Мы немножечко восстановим в памяти все, что сегодня происходило. И второе, это подарки и плюшки, потому что для тех, кто остался с нами до самого конца, для них, как всегда, есть несколько приятностей, о которых мы сейчас и поговорим. Поэтому давайте для начала я расскажу про рефлексию. Ну, я думаю, что мы можем сначала свериться с целями нашего сегодняшнего вебинара. А цели у нас были следующие. Разобраться, что такое культура и как она формируется. Об этом сегодня выше крыши поговорили уж точно. Побнять, кто такие главные двигатели корпоративной культуры и как корпоративная культура меняется на разных стадиях бизнеса. Об этом мы говорили больше в первой части. Ну и, наверное, последние минут 20 мы слушали огромное количество кейсов от наших экспертов, за что им большое спасибо. Эти истории, я думаю, уже вошли в аналы истории, как бы это, может быть, топологически не звучало, но тем не менее. и зная, что мы прошли этот путь, достигли этих целей, я пока буду озвучивать подарки, которые хочу отдать нашим зрителям, хочу попросить вас написать следующее в чате, чтобы это не нам надо, это скорее вам, как слушателям, в первую очередь, напишите для самих себя, ну и для нас тоже немножечко, с какими впечатлениями, мыслями уходите с сегодняшней дискуссии. Что будете применять на практике? Может быть, какой-то инсайт для вас сегодня звучал, что вы прям отщелкнуло в голове, вот это точно надо будет для себя взять и использовать, уже завтра принести на работу, завтра среда, почему бы нет, обсудить с каким-то коллегой или лицом, может быть, старшим по, как говорится, званию или по рабочей какой-то структуре. Напишите, пожалуйста, какие впечатления сегодня остались, напишите слова благодарности, обязательно нашим спикерам, и что вы будете применять конкретно, исходя из сегодняшнего вебинара. Это и вам будет полезно закрепить то, что вы услышали, и нам будет полезно это почитать. А пока вы это делаете, мы как раз в финале обсудим вашу рефлексию, я хочу попросить вас, чуть позже мы проставим оценочки за сегодняшний эфир, я хочу, прежде чем выдам подарок, рассказать в двух словах про то, как может строиться стратегия обучения для сотрудников непосредственно под их развитие. Об этом мой небольшой спич прямо сейчас. Четыре основных направления мы можем выбрать по стратегии обучения командой IT-специалистов. Это онлайн-курсы, примерно как сейчас мы с вами общаемся, вот такого формата в онлайне они могут быть. Естественно, надо будет как-то подстраиваться под запуск, расписание группы, но зато будут самые последние тренды, все самое новое и актуальное. Есть вариант наставничества, когда к опытным прикрепляются подопечные, может быть, более молодые, менее опытные, а наставник дает фидбэк на выполненную работу, отвечает на вопросы, делится материалом. Есть возможность создать внутренний центр обучения, тоже, кстати, хорошая история, когда создается внутри компании центр обучения, формируется программа, готовятся преподаватели из числа своих собственных экспертов, а также выстраиваются процессы, и все это внутри одной компании. Ну и нетворкинг, я думаю, здесь объяснять нечего, всевозможные метапы, конференции, коллаборации и клубы, это, конечно, тоже может быть стратегией обучения. Если мы говорим про обучение команды вместе с Отус, то в данном случае мы получаем четыре основных базовых плюшки. Это авторские программы, то есть это составление программы чисто под ваши цели и задачи, не только под ваши, а еще и под задачи вашего бизнеса. Это обязательный сертификат, без этого сегодня вообще никуда, об успешном прохождении курса и свидетельство о повышении квалификации. Онлайн-формат, то, о чем я говорил буквально минуту назад, и найм через обучение, то есть вы сможете находить специалистов быстрее, получив доступ к нашей базе и сможете там выбрать необходимых вам выпускников с нужными конкретно для вас навыками. Пять, точнее, шесть основных точки, почему корпоративное обучение, это выгодно. Защита от хантинга. Сотрудники, которых мы обучаем, не смогут оставить свое резюме в нашей базе, конкуренты не смогут их найти, это будут именно ваши специалисты, которых вы вместе с нами взращиваете. Мы оцениваем навыки, смотрим до и после и во время обучения их, анализируем прогресс, то есть смотрим статистику, активность, темп и рейтинг студентов. Мы сопровождаем обучение, то есть за буквально один сезон, за один сеанс созвона сможем решить любой вопрос, может быть, телефон или почтовая переписка, технические вопросы закрываются сразу же. И помогаем бизнесу даже на этапе обучения, то есть во время обучения уже можно применять полученные навыки и все это под руководством куратора. Ну и, конечно, у нас существует система скидок, по системе депозитов вы сможете получить скидку до 25%, ну а возможные продукты для корпоративных клиентов выглядят следующим образом, это классические курсы, то есть просто со всеми студентами и ваши сотрудники также проходят обучение. Кастомные курсы, когда под вашу конкретную команду мы разработаем ваше собственное обучение, партнерство на курсе, где студенты решают ваши кейсы во время учебы, а вы получаете доступ к базе выпускников весьма эксклюзивно. Ну и ренаем через обучение, о нем я уже говорил, то, что по факту обучение это способ быстро нанять IT-специалиста необходимой квалификации, а главное, все это без затрат на онборде. У нас огромное количество уже реализованных кейсов, на них долго останавливаться не буду, вы сможете их посмотреть при желании на наших социальных ресурсах, а у нас для вас есть специальные условия, поэтому вот вам подарочек, который пора забирать к завершению нашей дискуссии. промокод Корп Культура 5 на скидку 5% на любой курс от УС до 24 мая включительно. Еще раз подчеркну, на любой курс от УС до 24 мая действует промокод Корп Культура 5. Если вы хотите подробнее узнать про обучение в от УС, вы можете написать в чате плюсик, мы сами с вами свяжемся и согласуем дату и время консультации, просто чтобы вам было легче. Либо вы можете перейти по QR-коду или зайти на наши социальные ресурсы и там при помощи этого промокода оформить себе скидочку на любой курс ровно как вам удобно, так и делайте для вас сегодня в этом плане абсолютно все. Я возвращаюсь в наш чатик во всю основную историю и очень хочу сейчас побыть еще чуть-чуть фоновым голосом вновь включить Софию, коль она гораздо симпатичнее, чем я и в кадре смотрится гораздо лучше, чем мое бородатое лицо, поэтому я лучше останусь таким красивым закадровым голосом. Чудесные наши спикеры. Вам будет такое. Во-первых, может быть, вы уже успели отрефлексировать, посмотреть чатик, может быть, какие-то интересные замечания у вас на этот счет есть. Если есть, можно высказаться сейчас. Есть не замечания, есть полнейший восторг. На самом деле, суперогромная вам благодарность за то, что вы дошли, кто был весь вебинар и часть вебинара. Мы очень надеемся, что какая-то часть посмотрит потом в записи. Но спасибо вам за инсайты, спасибо за мнение, спасибо за такую вовлеченность. Не так часто, на самом деле, встречаешь аудиторию, с которыми так приятно говорить и общаться. И ваши последние комментарии о том, что вы уносите и где-то будете обсуждать с кем-то на планерке, с командой, с рекрутерами. В общем, это очень и очень круто, просто сердечко. Спасибо вам огромное. И я присоединяюсь и говорю большое-большое теплое, душевное спасибо за встречу, что были все это время с нами. А это довольно тяжело в онлайне два часа быть, поэтому огромное спасибо, что откликаетесь. И это тоже непросто написать в чат, я понимаю. Поэтому ценно, и когда вы раскрываете вопрос, я просто сижу и чувствую какое-то невероятное чувство благодарности. Мне хочется, наверное, на последок сказать, что дорогие HR и руководители, которые были сегодня на встрече, пожалуйста, не забывайте о себе и берегите себя, потому что часто, когда мы с вами, мы так много работаем и все время думаем о команде, пожалуйста, тоже думайте о себе и все эти инструменты и применяйте к вам тоже. Как сегодня было сказано, сначала маску на себя, потом на всех остальных. Поэтому здесь, мне кажется, можно этой фразой завершить сегодняшнюю нашу дискуссию и понимать, что все начинается с нас. Приходите, давайте тему тоже продолжать обсуждать, летайте в соцсети, в общем, не теряемся. Я думаю, что тема настолько обширная, настолько многогранная, что если бы мы даже сделали восьмичасовой эфир, возможно, нам все равно не хватило бы времени, чтобы обсудить все возникающие вопросы и ситуации. Поэтому здорово, что мы за эти неполных два часа смогли раскрыть хотя бы вот такой поток информации, даже как вот писала кто-то Яна, по-моему, что сама даже все не успела записать. Яна, прекрасно вас понимаю, хотелось дать как можно больше и наши спикеры старались дать как можно больше, поэтому запись обязательно пересмотрите, она будет на почте. После завершения эфира около суток нам понадобится, чтобы разослать вам письма счастья, в которых вы еще раз пересмотрите этот эфир, потому что, мне кажется, скорость и темп повествования сегодня была действительно крайне высокая, поэтому мы будем как фильмы лучших зарубежных режиссеров пересматривать по три по четыре раза подряд и только потом понимать с каждым разом, с каждым просмотром все новые и новые и новые смыслы происходящего. Поэтому на данный момент говорим всем большое спасибо, говорим спасибо нашим спикерам, говорим огромное спасибо нашему активному сегодня потрясающему чату, и мы увидимся с вами на следующих вебинарах, дискуссиях и других форматах, которые мы для вас готовим в самое ближайшее время вместе с Отус, и на данный момент говорим вам пока-пока, Полина, Анна, София, я вас благодарю и тоже даю вам возможность сказать пока-пока всему чатику. Спасибо. Пока-пока. Пока-пока. До вечера. Пока-пока. Все, всем пока-пока. Всего хорошего.